Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новый способ, как скачать старую версию Microsoft Store. Ну, то есть, не скачать, а как ей пользоваться. Как вы знаете, прошлый способ пофиксили, который я вам показывал, где нужно было скачать старую версию, и она у вас бы работала. Но этот способ пофиксили, теперь появился новый, и с помощью этого способа вы все так же сможете запустить ту старую версию Roblox, которую вы тогда скачали. Значит, смотрите, для того, чтобы это все сделать, для начала переходим на мой сайт по ссылке в описании, далее заходим во вкладку Tools, и скачиваем вот это первое приложение, оно называется Fiddler. Нажимаем, дальше нажимаем кнопочку Get, и скачивается установщик. Мы его открываем. Дальше здесь все подтверждаем, то, что просят. Здесь выбираем, куда вы хотите установить это приложение, то есть путь. Потом, после того, как выбрали, нажимаете кнопочку установить, и у вас устанавливается. Я уже его установил. Единственное, что я заметил, короче, когда я установил, у меня почему-то эта иконка на рабочем столе не появилась. Если она у вас тоже не появится, просто найдите в папке установки, куда вы выбрали установить, туда зайдите, короче, и оно там будет. То есть я выбрал установить на жесткий диск D, и вот она, эта папка. Мы сюда заходим, дальше открываем это приложение. Так, здесь нажимаем нет. Теперь смотрите внимательно, что сейчас нужно делать. Первым делом нужно нажать на WinConfig. Здесь нажимаем да. Здесь подтверждение вылезло. У вас, скорее всего, видно не будет. Дальше нажимаем Exempt All и Save. Все. Теперь следующее действие. Нам нужно зайти в Tools, то есть нажать Tools, и Options, то есть опции. Потом заходим вот сюда. Здесь нажимаем галочку. Здесь нажимаем Yes. Здесь Да нажимаем. Да. Все. Также здесь тоже у меня подтверждение еще вылезло одно. Нажал Да. Отлично. Теперь нажимаем ОК. Окей. Дальше. Заходим в Auto Responder. Дальше включаем здесь. Ставим, то есть галочку вот здесь. И вот здесь. Теперь смотрите. Если вдруг у вас Roblox обновился, вам нужно скачать по ссылке в описании, через Telegram канал, старую версию. То есть... Так, сейчас, секунду. Мне бы еще найти по-быстренькому. Сейчас. Где-то это было здесь, рядом. Вот вроде. Да. Значит, мы перед тем, как это все сделать, сначала убеждаемся, что у вас установлена старая версия. Это обязательно нужно проверять. То есть, если вдруг у вас обновился Roblox, вам нужно заново скачать эту старую версию. То есть, у меня он обновился, как видите. Мне нужно заново скачать старую версию. В принципе, она скачивается довольно быстро. Но чуть-чуть времени займет. Ждем, короче, пока установится. Так, все, наконец-то установилось. Дальше можете, в принципе, не запускать, потому что у вас все равно не запустится. Теперь можно это закрыть, приложение. Теперь возвращаемся обратно вот в это приложение Fiddler. Дальше, что нам нужно сделать? Здесь нам нужно очистить все. Дальше. Нам нужно теперь запустить уже этот Roblox, который мы установили. Ну, старую версию. Как это можно сделать? Это можно сделать, в принципе, через поиск. То есть, пишите Roblox. И должно, короче, вылезти. Написано то, что Roblox Corporation где-то написано быть. Либо, как вариант, то, что на фоне должен быть синий цвет, вот как у меня. Если у вас так будет, то, в принципе, запускаете его. И смотрим, тот это Roblox или нет. Да, это тот, потому что он здесь начинает проверять. Как видите, он у меня пишет то, что нужно обновить. Далее. После того, как мы его запустили. Здесь мы ищем его. Получается... Так, секунду. Че-то тут быстро все так летит. Так. Вот. Есть Roblox. А как раз нам нужен он. Где нужно... Короче, нужен Roblox, где потом после Roblox написано Mobile IP. Типа так. Дальше здесь же нету больше. Да, нету. Так. Мы его с вами выбрали. Дальше нажимаем Add role. Мы его добавляем. Здесь также пишется версия. Это, кстати, старая версия. Отлично. Так. Теперь нам нужно убрать вот этот текст. Вот это слово впереди. И двоеточие. Мы это просто стираем. Отлично. Дальше. Вот здесь нам нужно выбрать вот этот .txt файл, который я добавил. Также в описании я оставлю вот этот текст, который нужен. Вы его сюда также сделаете, добавите и сохраните блокнот. В принципе, называть блокнот можете как хотите, там без разницы. Обязательно сохраняйте вот этот текст, чтобы он здесь у вас был. Теперь мы его ищем и выбираем здесь. Смотрите, если вы здесь его не находите, то нужно нажать на самую последнюю кнопку. Fint a file. Нажимаем. Дальше заходим на рабочий стол. И ищем эту папку здесь. Вот. Я нашел. Ну, то есть не папку, а тxt файл. Нажимаем открыть. Все. Открыл. А теперь все, что остается сделать, это нажать на кнопочку save. Так, почему-то я нажал на пустое место, у меня то ли зависло, то ли пропало все. Непонятно. Может быть, у меня уже сохранилось, как вариант. Ну, короче, сохранить нужно нажать. Так, теперь давайте посмотрим, получится у меня зайти или нет. Ну-ка, момент истины. Да, это работает. Как видите, буквально за пару минут вы можете с легкостью зайти на старую версию и продолжить на ней играть с читами. В принципе, способ довольно легкий. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok